Построить новый медцентр для пожилых людей и создать объединенную систему социальной помощи, чтобы каждый южноуралец смог получить все услуги и льготы в режиме одного окна. С такими предложениями намерены выступать в ЗСО депутаты от партии пенсионеров. На пресс-конференции, посвященной Дню пожилого человека, представители организации также рассказали о планах по созданию фракции и по участию в профильных комитетах регионального парламента. Мы уже заходим в комитеты профильные, будем понимать и участвовать во всех делах. Безусловно, комитет по социальной и комитет по бюджету для нас самое важное, потому что мы представляем социальную партию. Социалка и медицина стали главной темой выступлений депутатов. Много говорили о мерах борьбы с пандемией и об экологии Челябинской и области. При этом все выступающие сошлись во мнении, что большинство проблем в социальной сфере, хоть и сложные, но решаемые. Видим, что у нас население достаточно страдает. То есть проблема с медициной, проблема с медикаментами, проблема с благоустройством. То есть, по сути, людям даже негде гулять. Надо, безусловно, ходить на выборы, участвовать, отдавать свой голос осознанно. То есть за то, что ты хочешь в будущем, чтобы получилось. У избирателей есть запрос на обновление власти в регионах и на федеральном уровне, считают депутаты. Для этого нужны новые лица в парламентах всех ступеней. И результат выборов в законодательное собрание области показал, уровень поддержки избирателями альтернативных политических сил и кандидатов постоянно растет. Вот такое выступление партии, конечно, нам дает сейчас как внутреннюю уверенность, так и, значит, общее настроение по стране, что мы будем стремиться в Государственную Думу и преодолевать 5-процентную барьеру, потому что все для этого на сегодняшний день на наш взгляд есть. Пока представители партии пенсионеров намерены заняться работой в региональном парламенте, но при этом на предстоящих в следующем году выборах в Госдуму пенсионеры намерены выдвинуть своих кандидатов во всех избирательных округах. Иван Абросимов, Павел Востротин, 31 канал.